Здравствуйте, я Лилия Игликова. О том, почему в Казахстане не развито собственное производство, говорим с политиком-экономистом Петром Своиком. Петр Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Сначала давайте поговорим о многострадальных пенсионных деньгах. 8 триллионов тенге, именно о такой сумме идет речь, вкладываются в государственные бумаги, не приносящие доход, идут на помощь частным банкам, опять же, без надежды на получение какой-то прибыли. Хотя можно было бы, например, кредитовать население этими деньгами, если гражданин Казахстана, к примеру, хочет купить жилье для себя. Я думаю, что такой вариант дал бы сразу несколько плюсов. Во-первых, это решение социальных жилищных программ. Люди могли бы решить свои жилищные проблемы, взяв кредит под низкий процент. Во-вторых, для пенсионных денег это обеспечение какой-то прибыльности. Ну, опять же, если сумма займа не будет превышать пенсионных накоплений заемщика. И в-третьих, я думаю, что это было бы и хорошим продвижением для строительного бизнеса в целом по стране. Если есть ошибки в таких рассуждениях, укажите, пожалуйста. Это сильно напоминает и мои рассуждения. Я недавно, как член общественного совета по ИНПФ, направил такое длинное, развернутое письмо, предложение, куда девать эти деньги. Ну, про то, почему их не вкладывают в производство, это отдельный вопрос, мы про это еще поговорим, а их надо обязательно вкладывать в производство. А теперь, что касается вкладчиков, разумеется, людям надо дать возможность по целому ряду оговоренных случаев использовать эту денежку. И одним из таких случаев, конечно, должно быть ипотека. И вообще приобретение жилья, строительство жилья, покупка жилья. Это же очевидно, если у тебя берут твои трудовые взносы по 10% от зарплаты каждый месяц, и там набегает достаточно приличная сумма, то почему бы тебе, если исходить из интереса вкладчиков, не тех, кто прокручивает эти 8 триллионов, а именно вкладчиков, то, конечно, надо дать кредит, дешевый, длинный кредит на то, чтобы ты за счет своих денег приобрел жилье и потихоньку рассчитался бы с пенсионным фондом. Много чего еще можно делать для людей. Ну, прежде всего, обеспечить реальную доходность и каждый год показывать. Вот, посмотрите, на каждую вашу тенге 20 тенок набежало дохода, или хотя бы 5 тенок набежало дохода. Это все показывать в отчетность. Давать деньги людям не только на приобретение жилья, но и на образование, на какие-то медицинские важные случаи. Семья создалась. Ну, есть целый ряд оговоренных вещей. Даже вот сейчас онлайн-кредитование множится. Очень многие казахстанцы берут деньги под гигантский, просто немыслимый процент. Ну, если от зарплаты до зарплаты, то вроде и процент небольшой набегает. Это вот когда не успеваешь рассчитываться, тогда там получаются целые трагедии. Вот. А почему бы человеку, если у него есть пенсионные накопления, не давать такой же быстренький кредит, ну, с повышенным процентом, за счет его же залоговых денег, но не рассчитался, значит, сам прогорел, что называется. То есть, если исходить из интересов вкладчиков, то можно много чего придумать. Но исходят не из интересов вкладчиков, а из интересов, а, тех, кто эти деньги прокручивает. А если пошире посмотреть, сверху посмотреть, то ведь сама накопительная пенсионная система придумана не нашими министрами, не нашими экономистами, не нашими банкирами. Это внешний проект, суть которого в идеологии, а идеология самое главное, это разрушить систему солидарной социальной ответственности государства, работающих перед пенсионерами. Ведь СССР показал всему миру пример бесплатного образования, бесплатного здравоохранения и всеобщего пенсионного обеспечения. До этого в мире этого не было, это была просто фантастика, то, чего невозможно ни представить, ни обосновать. И только потому, что СССР это все продемонстрировал, такие же социальные системы стали возникать в капиталистических странах, многие из них уже больше социалистические. СССР нет, а в мире социалистических систем достаточно много. Но поскольку мы после распада СССР перешли в разряд развивающихся, если прямо сказать третьего мира, то нам идеологически полагается вообще забыть о том, где мы были. И полностью отказаться от системы солидарной ответственности, перейти только к ответственности каждой за себя. Кто денежку может платить, тот и рассчитывает на пенсию. Кто нет, то, извините, нет. Государство, правда, испугалось и, введя накопительную пенсионную систему, не отменило солидарную. В результате обе системы существуют параллельно. Обе обескровленные, обе плохо дееспособные, скажем так. А чего испугалось государство? Социальной напряженности? Разумеется, потому что у нас на самом деле в этой сырьевой экономике официальную работу, работу, на которой есть отдел кадров, на которой есть бухгалтерия, на которой тебя учитывают в государственной системе, это где-то в районе 6 миллионов человек. То есть это меньше половины. Всем остальным в Нефтистане места нет, легального места нет. Но идеологи, которые придумали вот это накопительство, они, во-первых, им это все без разницы, сколько там легальных, нелегальных. Во-вторых, для них очень важно сам за себя и никакой солидарной ответственности. Но правительство боится уж так прям пойти на такие, я извиняюсь, нахальные дела, когда просто объявить людям, что у кого нет официальной работы, тот на пенсию не накопил, и тому вообще ничего не будем платить. И в больницу тоже пускать не будем. Правительство боится это делать. Правительство пытается и вашим, и нашим, то есть и чужому дяде потрофить, который говорит, переходите на эту систему. Ведь дядя второй раз, 20 лет назад дядя сказал, давай накопительную пенсионную систему делать. В этот раз дядя говорит, вот сейчас говорит, а ну-ка делайте обязательно медицинское страхование. Обязательно медицинское страхование. Это одно и то же. Тоже деньги забирают. Если у тебя накопилось, значит, ты можешь обслуживаться в медицине. Если нет, то нет. Вот отчего сейчас и стоит острый вопрос с этими самозанятыми. Потому что их либо надо вовлечь, либо казна не потянет и ту, и другую систему. И мы сейчас вот в этом промежутке и в идеологическом, и в экономическом мы не сформулировали, чего мы хотим. Мы слушаем дядю, но из-под воли ему сопротивляемся этому дяде. То есть солидарную пенсионную систему, она убогая, она нищенская, но она сохранена для всех. По медицине будет то же самое. То есть мы сейчас в промежутке. Хорошо. Вы затронули вопрос о безработице. У нас она достигает огромных размеров, потому как у нас нет собственного производства. Тогда такой вопрос. Почему мы не вкладываем деньги, допустим, эти же самые пенсионные деньги, в развитие собственного производства? Хотя с нашей неконкурентно способной продукцией, я думаю, что даже не экономисту было бы страшно подумать о том, что пенсионные деньги будут вложены в собственное производство. И тем не менее вопрос такой. Мы же ищем какие-то инвестиции извне, а собственные деньги мы не можем грамотно пристроить. Ну, можно их грамотно пристроить и нужно ли? Да, и можно, и нужно. Вот я опять сошлюсь на свои предложения. Помимо предоставления возможности вкладчикам использовать их в оговоренных случаях для себя, эти пенсионные накопления, разумеется, всю массу, а это 8 триллионов тенге, это уму непостижимо сколько, всю эту массу можно было бы использовать для развития национальной экономики. А именно, уж если государство, как говорится, своей волей заставляет всех работающих расставаться с десятиной от зарплаты, то, конечно, государство должно не терять контроль над этими деньгами и само направлять их туда, где эти деньги будут наиболее полезно использоваться. Вот. Ну, прежде всего, это вся та инфраструктура национальная, которая находится под государственным тарифным контролем. Через тариф ты всегда и сможешь эти деньги вернуть. Это электроэнергетика, это ЖКХ, это железная дорога, это трубопроводный транспорт. Можно много еще чего придумать. Второе, у нас бюджет на очень круглые суммы каждый год осуществляет кредитование. Бюджетное кредитование, там строительные программы, другие дела. Ну, так а почему пенсионную денежку нельзя использовать точно таким же образом? Есть и другие направления. Но важно не отправлять эти деньги во всякие там Чили из Боливии. Это на полном серьезе. Национальный банк, там, оглядываясь на разные рейтинги и индексы, засовывает эти деньги за границу, потому что ему, а, запрещено, ну, как запрещено, и другой вопрос. Вроде никто с оружием не стоит и не заставляет, но ему фактически запрещено вкладывать в собственную экономику, в национальную экономику. На худой конец в банки засовывать, куда-нибудь в бюджетный долг, вот эти в государственные ценные бумаги, минфиновские, то есть в бюджетный долг засовывать, но ни в коем случае не в реальное производство. Вот, значит, не их спрашивают, почему. Они не будут отвечать, они не знают, что ответить. Кстати, по моим предложениям тоже никакого ответа не будет. Я знаю, заранее будет вот что. Их не отвергнут, их не примут, про них постараются не говорить вообще, потому что стоит их начать обсуждать, тогда надо сразу говорить, а почему они не годятся. Так они годятся. Причин, почему они не годятся, нет. Ну, там назовут какие-нибудь, там тоже украдут и что-то, но их в любом случае надо контролировать и бороться с недостатками. Но в национальную экономику нельзя вкладывать. Почему? Потому что функция инвестирования, да заодно и кредитования, вот такой периферийной экспортно-сырьевой экономики, она внешняя. Так составлена, мудро составлена схема. Мы, у нас чужой дядя не только определяет идеологию пенсионного, там или медицинского накопительства, дядя определяет прежде всего инвестиционную стратегию Казахстана. Куда дядя из своего внешнего интереса считает вкладываться, он туда и вкладывается. А куда не вкладывается, туда не вкладывается. И правительство тоже тут пытается, вот через разные программы индустриализации, оно же много чего делает, вот этот фир, уже вторая пятилетка сейчас заканчивается. Правительство немножко так по-партизански, понимая, что все-таки экономика, что Казахстан это все-таки не страна, где живут 6 миллионов людей, работающих на сырьевой экспорт, а чуть побольше народу и чуть побольше вообще экономика должна быть. Правительство много чего делает. Но делает, я повторяю, по-партизански, суррогатно. Используя там средства нацфонда, где-то частично используя бюджет, но страшась запускать собственный постоянный инвестиционный механизм. Пенсионные деньги – один из таких механизмов. Это гигантский объем, который можно использовать, но его нельзя использовать. Петр Владимирович, мы постоянно слышим о том, что нам запрещают вкладывать собственные деньги в производство, о том, что мы удобны Западу, как страна, экспортирующая сырье. Именно в таком виде нас хотят сохранить, но непонятно, при помощи каких инструментов на нас давят извне. Хороший вопрос. Инструментами колониализма 19-го и частично 20-го еще века – это был пробковый шлем на колонизаторе и стек, которым английский цивилизованный человек хлистал по спинам туземцев, чтобы они соблюдали правила. Сейчас все очень тоньше, гораздо эффективнее, но не так жестоко и не так наглядно. Все вообще идет через голову. Самое главное – это втюхивать тем, кому полагается быть на периферии, правильное понимание колониализма с точки зрения того дяди. Вот, например, спроси любого нашего, не только чиновника, но и такого экономиста, хорошего, столидного, статусного экономиста. Он скажет, государство – плохой менеджер. Ему скажут, слушай, так ведь в государстве же большая часть экономики, она огосударственна. Мы сначала пытались там все приватизировать, и до сих пор все пытаемся приватизировать, а на что ни посмотри, основные объемы, и экономические объемы, и основные активы, они государственные. Это что ж, почему так? Да потому что государство все-таки как-то пытается сопротивляться вот этой абсолютной экспортно-сырьевой направленности, что-то пытается создавать. То есть общего понимания, что нас дуэт нет, а есть некое такое внутреннее понимание, что а так во всем мире, а вот это правильно, вот нам просто надо побольше все приватизировать и побольше развивать конкуренции, и тогда у нас все получится. Нам нельзя ни в коем случае вкладывать свои деньги, вот те же пенсионные деньги, в электроэнергетику. А почему нельзя вкладывать? Нет, их надо вкладывать только в ценные бумаги. Слушай, а кто сказал, что их только в бумажки можно вкладывать, а нельзя непосредственно в производство вкладывать? Ну, это же все знают, это же общеизвестно. То есть вообще колониализм 21 века – это тонкие, высокие технологии втюхивания, чуть не сказал туземцам, но, короче говоря, тем, кто на периферии, правил поведения выгодных метрополий. Но ведь помимо консультантов, которые за наши же деньги приезжают и учат нас, как правильно жить, есть Международный валютный фонд, который ставит какие-то жесткие условия? Да, конечно. Помимо идеологии, которая все равно первична, есть и четкие продуманные механизмы. Вот Международный валютный фонд, например, мы являемся его членом, а кредиты для макростабилизации мы брали еще в прошлом веке, в прошлом тысячелетии, давным-давно рассчитались, но миссия МВФ к нам ездит регулярно, мониторинговая, и выпускает доклад, то есть смотрит, соблюдаем ли мы правила. А правила какие? Ну вот плавающий курс тенге. Значит, Национальный банк, ему даже никто и не запрещает осуществлять собственную кредитную или инвестиционную миссию, ему не запрещают, но он этого не делает. Он делает только обменную миссию, потому что он пасется на валютной бирже в качестве замыкающего игрока, он скупает, ну, типа для поддержания стабильности тенге, когда это необходимо, он скупает излишки долларов, если они есть, или продает доллары из своих запасов, и вот так поддерживает плавающий курс. То есть фактически Национальная валюта – это просто местный доллар. Вот. А поскольку экономика такого типа более-менее жизнеспособна и развивается при избыточности платежного баланса, то есть мы продаем за рубеж больше, чем покупаем оттуда, то вот эта избыточная, скупка избыточных долларов обеспечивается достаточно большой эмиссией, обеспечиваются в тучные годы большой эмиссией тенге, эмиссия эта доставалась сырьевым экспортерам, они развивались, они поддерживали не только свое существование, но и расширяли свое производство. Вот. И это функция Национального банка. Он является банком для сырьевых экспортеров. Коммерческие банки, не получая кредитной эмиссии от родного Национального банка, занимались за рубежом, а сейчас пока, поскольку эта лавочка уже давно закрыта, они перемалывают те деньги, которые есть в стране, все прокисает, потому что если ты будешь печь пирожки, все новые пирожки, они такие свежие, горячие, но из начинки, которой я, извиняюсь, уже побывала в желудке, то ты не только не будешь насыщаться, ты рискуешь получить интоксикацию организма. Вот в банках это сейчас и происходит. Застой кредитной массе, накопление токсичных активов и так далее, и так далее. То есть система подходит к некоему своему итогу, но я еще раз повторяю, пока что осмысление того, что мы являемся не только сырьевой, но и монетарной периферией, среди элит казахстанских, не только чиновников, им вообще не полагается думать, но и среди экспертного сообщества нет. Это еще впереди, еще жареный петух не доклевал в темечко настолько, чтобы там уже начали появляться мысли на этот счет. О Национальном банке я спрошу чуть позже, а сейчас все-таки о собственном производстве. Если мы хотим его у себя создать, может быть, стоит начать снизу. Например, дать представителям мелкого бизнеса, мелким производителям дать, допустим, три года свободной работы без налогов. Может быть, это дало бы хоть какие-то ростки для собственного производства? Лилия, извините, но это мысли из разряда правильно выученных аборигенов. Они вот такими категориями думают. У нас просто недостаточно конкуренции, нам надо дать больше простора развития для малого и среднего бизнеса. Давай их освободим от налогов, и тогда экономика получит вторую жизнь. Значит, малый и средний бизнес существуют не сам по себе. Он существует вокруг большого бизнеса, серьезного бизнеса. И если есть серьезный производственный бизнес в стране, не просто качать нефть и гнать за границу, а перерабатывать эту нефть, делать из продуктов переработки дополнительные какие-то продукты, тогда вокруг этих крупных современных производств, а современная экономика, она строится на крупных, высокоиндустриализированных, автоматизированных, с большим количеством людей производствах, тогда вокруг этих таких производств возникает огромное количество небольших производств, обслуживающих это. И тут есть логика. Ну, например, как в океане. Есть киты, есть планктон, есть промежуточно много всяких разных организмов. Сам планктон в океане, если ничего другого не будет, он существовать не может, и киты без планктона не могут существовать. То есть там все органично. Так и у нас. Невозможно развивать малый и средний бизнес, если большая экономика нацелена только на производство сырьевых ресурсов. Президент вообще это понял, особенно после кризиса 7-8 годов, начиная с 9-го, ведь запущено очень много важных дел, и в частности вот эта программа ФИР запущена. Но она трепыхается сама по себе. Значит, для того, чтобы фальсированное индустриально-инновационное развитие осуществлялось, нужны ресурсы, серьезные ресурсы. Не просто там субсидировать заоблачные ставки коммерческих банков. Коммерческие банки вообще не годятся для финансирования проектов подобного рода. То есть так не получается, что ты и остаешься экспортно-сырьевой провинции, монетарной провинции с мольбами об иностранном инвесторе, и одновременно что-то пытаешься свое создать. И так, и так не получится. То есть если мы, нефтяная страна, когда-нибудь примем политическое решение о развитии нефтяного кластера, то тогда у нас будут собственные шампуни, собственные резиночки для волос и собственные мелкие бизнесы. Политическое решение 105 раз принимали. Открой послание президента всех лет подряд, открой программы ФИР и первой, и второй пятилетки. Там у нас и нефтехимический кластер, и полное обеспечение рынка своего собственного ГСМ. И чего там только нет. Значит, стремление к хорошему оно налицо. Я еще раз повторяю, невозможно двигаться одновременно и в ту, и в другую сторону. Либо мы сырьевая провинция, и тогда не дергайся. Тогда вот исполняй. Исполняй свою функцию и все. Либо всерьез занимайся собственным развитием. Но всерьез. Без этих придумок насчет плавающего курса тенгея, когда в один прекрасный момент тенгея со 180 улетит за 360. И после этого опять давай что-то там развивать. Вот. То есть либо одно, либо другое. Я понимаю, что не надо ссориться ни с кем, и не надо объявлять, что с этого дня мы будем жить по-новому. Но национальная стратегия должна быть наконец сформулирована. Другой вопрос, что это все делается, к сожалению, в жизни все так устроено, что это делается через кувыркание, через спотыкание, через разбивание лба. Когда все уже вот видно, что так окончательно жить невозможно, тогда давай думать, как жить по-другому. Сейчас мы в чисто промежуточном положении. Россия в промежуточном положении. Мы тоже. Мы чего-то ждем. Ну давайте дальше ждать. И тогда последний вопрос. Он будет касаться Нацбанка и Нацфонда. Цели и задачи каждой из этих структур обозначены одни, а по факту другие. Например, Нацбанк регулирует соотношение тенге с иностранной валютой, хотя курсы, вы уже сказали, объявлены свободно плавающим. Только непонятно, в чьих интересах это регулировка. Очень даже понятно. Национальный банк – это орган внешнего монетарного управления. Тут все понятно. Руководство его назначается изнутри. Но, в принципе, Национальный банк – орган внешнего монетарного управления. Что такое национальный фонд? Вопрос для уяснения ситуации. А в Германии он есть? А во Франции он есть? А в Англии он есть? В Италии он есть? В Сингапуре там и далее по списку он есть? Да нет там никаких национальных фондов. Никто не копит доллары в гигантском количестве и прозапас. Кроме нескольких стран. Китай, Саудиты, Норвегия, Япония и мы с Россией. А почему только вот такой интересный набор и только у них есть некие аналоги национального фонда? Национальный фонд возникает, когда страна по каким-то причинам, хорошим или не очень хорошим, имеет избыточный платежный баланс. Она почему-то продает за рубеж гораздо больше, чем покупает и усваивает внутри страны. Вот эти избытки там и складываются. У каждого история своя. Например, Норвегия, она была очень приличной такой, аккуратненькой, но очень-очень бедной страной Европы. Появилась нефть в Северном море, нашли нефть и газ. Норвегия сознательно стала поставщиком сырья для всей Европы. Но она сначала подняла уровень жизни норвежцев. У норвежцев один из самых высоких в мире уровней жизни. Вот и только после этого стала складировать доллары. Япония складирует доллары, потому что Америка в свое время, еще после победы над ней, оккупации фактически открыла ей свой рынок. Китаю тоже американцы открыли свой рынок. То есть у каждого свои причины. Мы с русскими складируем доллары, извините, что я так скажу в эфире, с дуру. Просто потому, что мы вот такая типичная колониальная система. Значит, нам рассказывают, что это фонд будущих поколений. Никакой это не фонд будущих поколений. Это отсечение от национальной экономики ресурсов развития. Мы сознательно копим где-то там, то есть фактически отдаем покупателям нашего сырья их же деньги, только для того, чтобы не развиваться. Потому что если мы начнем за эти деньги всерьез развиваться, сейчас эти деньги используются на что? На поддержку. Вот национальный фонд уже не первый год работает не в накопительном, а в расходном режиме. Но на поддержку штанов. Кризис, не хватает денег. Вот на инфраструктуру направляют эти деньги. На поддержку банков тоже. Закачали туда гигантское количество. А надо же на развитие. А если ты всерьез начнешь использовать эти деньги на развитие, ты будешь иметь очень много внешних неприятностей, которые надо выдержать, пережить. Это не так просто. Здесь тоже у нас промежуточное положение. И все-таки конкретизируйте, пожалуйста, свой ответ. Насколько эти структуры, нацбанк и нацфонд, действительно наши, национальные, независимые от команд извне? Они наши, национальные, если мы посмотрим на их наполнение, на законодательство, на то, где они находятся. Конечно, они наши. Полностью казахские, как полагается. Какую политику они проводят? Внешнюю политику они проводят. Продиктованную внешними интересами. Они наши, да. Мы же тоже часть вот этой... Мы же тоже не сами по себе. Мы встроены в эту систему, как сырьевая и монетарная периферия. В каком-то смысле это даже многих устраивает. Может быть, многие из тех, кого устраивает, это даже и понимают. Но устраивает. Когда вся страна это начнет всерьез осознавать, тогда, может быть, пойдут какие-то перемены. Или когда эта система окончательно начнет сыпаться. Это тоже не исключено. Тогда будут перемены. Пока вот живем в такой ситуации. Спасибо вам за интервью. До свидания.